Друзья, мы нашел основного докладчика, мне очень приятно стать человеком, мы очень много работаем вместе, уже, наверное, почти до десятилетия, это Тодор Иванов Гусыкин из Воргиевской Ролаты, из Публики Мариэл, Тодор Иванович закончил университет как историк с опытом экологических работ в экспедициях по Волге, кто попадает в Сувасофию сейчас в политехе Марийском, и при этом уже много лет руководит сначала поисковым отрядом студенческим политехом Риж-Карала, а сейчас внешним поисковым отрядом воскресенья Марийского государства университета. Обычно мы работаем традиционно как-то наш отряд, скажем так, больше по северу, то есть уже много лет это Ленинградская область и частые выезды также под Мурманск, то есть это северное фаспортивостояние немецких и советских войск. Но в этом году проходила довольно большая экспедиция, оно, конечно, сейчас поисковое движение по поиску погибших солдат обеих сторон до войны, оно проводится под эгидой так называемого поискового движения России, то есть такая большая организация, по которой уже обвиняют и координируют действия многочисленных поисковых отрядов, в том числе студенческих работах на базе Волга. И сейчас проходила, заканчивается сейчас большая экспедиция, которая называется «Заолчин фронт 2021», она проходила в Краснодарском крае, в КБР, и у нас вот сейчас она заканчивает работу в ущелье Кимуруха. Там было несколько базовых лагерей, вот мы расскажем о том, как мы работали на подходе к перевалу Мурманскому, скажем так, в районе пятикилометровых зон от границы, это ущелье Медвежья Пасть. Другая часть ребят работала на леднике, и там у них было, наверное, может быть, немножко более результативно в плане находок именно вот останков советских солдат, потому что ледник Артаевы, как вы знаете, там очень тяжелые бои были с нашей стороны, с другой стороны и в Абхазии. Вот, и мы сегодня расскажем о том, что нам удалось обнаружить и найти в течении вот этой, например, недели поисков в месте, в котором, насколько я понимаю, очень многие просто ходили много раз, потому что, в общем-то, ущелье, которое здесь достаточно узкое, и вообще работа идет практически вдоль туристической тропы, где находились стоянки горных ягерей немецких. И, как бы, задача поиска здесь это поиск следов боя, потому что, например, в месте, которое именуется немецкой поляной, хотя это не документировано в источниках, а источники очень противоречивы, надо сказать, потому что, как правило, боевые действия описывали в истории соединения люди, которые сами в них не участвовали, там перепутываются имена перевалов, названия перевалов, мест событий. И там, например, вот эта немецкая поляна, там явные следы боя, то есть нападения дирекционной советской группы на немецкий лагерь, в общем-то, с явным, успехом советской стороны. И, как бы, задача идет это поиск следов боя, а потом поиск тех погибших, тех, которые не были убраны, вот там, с 50-70-е годы, такими командами, которые ходили уже по ущелью. Как открывалось, сначала рассказывали немножко вообще о методике, как мы работаем, начав с работы именно по Мурнусловусу, поскольку, в общем-то, там немножко характер боев близок к тому, что здесь. То есть это тоже противостояние горно-стрелковых частей немецких, советских войск. Бои достаточно локальные, в том смысле, что можно понять, когда они происходили, но на Мурхе вообще все вполне конкретное. В основном август-сентябрь 1942 года. И поэтому можно читать картину по работе с теми артифантами находимся, можно понимать, что здесь происходило, искать следы боя, понимать, за кем осталось поле боя, где могут быть сами солдаты. И вот, наверное, с этого мы и начнем. Алексей, простите, а мы это военные следы выходили лично? Знаете, я работаю в поисковом движении более 30 лет, с 13 лет. Поэтому я просто не очень сильно афиширую, и как бы вот я в первый раз работал по Кавказу. То есть как-то давно традиционно. С ними был переговор. Да. Мы работаем, я работал в этой группе, с которой, в общем-то, мы, в общем-то, я работал с момента ее основания. Здравствуйте, уважаемые участники встречи. И, наверное, пришло мое время представлять Алексея Валерьевича. Алексей Валерьевич – участник поискового движения с 30-летним стажем. Вы его знаете немножко с другой стороны. Он начинал это движение тогда, когда оно еще не было организованным. Дело в том, что военная археология, в отличие от классической, она определяется методами и проблемами. Поэтому она прошла ряд эволюционных этапов. И вот один из этапов Алексей вам может рассказать, наверное, на отдельные встречи, потому что это еще до официальных релизов, до официальных каких-то, до учебников истории поискового движения, такие уже готовятся. Знаете, почему феномен интересен? Потому что классическая археология, она привязана к обычных местам, по-моему, а военная археология привязана к событиям. И если говорить вообще о необходимости нарушения вот этой вот до 100 лет не археологии, 100 лет – это этап, который мы сейчас знаем, надо понимать, что мы сталкиваемся с вами с феноменом, который для нас обыденен, привычен, но редко кто о нем задумывался. Это вот Великая Отечественная война, так как она подкатилась по всей России. На Кавказе она отметилась особо. Почему особо? Особенным образом я сейчас объясню. Представьте себе цифры, да, Черчилль в свое время говорил, что смерть миллиона человек – это статистика, да, смерть одного человека – это горе. Мы с вами живем после войны, 70 лет прошло, и здесь как бы вот это все уже предстоит с экранов, со страниц книг. Это несколько отдалено. Ну а задумайтесь о цифрах. 28 миллионов погибших, 140 миллионов живущих на территории до войны. Это фактически каждый седьмой. Территория, на которой проходили бои, огромные. Мы к работе только в Совет, охватываем от Мурманска и до, вот сейчас уже до Нарусского ущелья, до Кавказа. Но этим не закончилось. Фронт двигался от границы, от границы 1940 года до Москвы, и от Москвы до Берлина. Это, не побоюсь слова, наверное, миллионы квадратных километров, на которых проходило огромное количество трагедий. Почему мы до сих пор занимаемся историей войны? Хотя казалось бы, вот за 70 лет историки могли бы все сделать. Вопрос в том, что многие части гибли с документами, со штабами. были эпизоды одиночные, то есть столкновения, о которых никто не напишет, потому что просто оттуда никто не вышел. Пример Мурманска-Валидникова очень показателен, когда фактически два болга понесли, ну, ключевые, наверное, потери, и одна часть была переформирована полностью. Об этом я чуть попозже. И вот представьте себе ситуацию. Вот эти вот загадки, исторические загадки, можно раскрыть только методами археологическими на сегодняшний день. Нарратива не осталось. Воспоминания путаны. Причем они путаны, это сложности не только нашей стороны, но и немцев. Немцы сейчас откровенно просто прекратили работу со спонтанными поисковиками, которые предлагают им материал, просто потому что это систематизировать тяжело. Почему? Вот очень часто люди, которые критикуют, скажем, власть, послевоенную, да, ставят в вину то, что не было наведено порядка. То есть, отписали бы сразу по войне, по свежим следам и все продолжили. Но посмотрите, каждый седьмой потерян, территория до Москвы, европейская часть, наиболее продуктивная, разрушена. И встает вопрос, хоронить мертвых, либо хоронить живых. И как вы знаете, да, вот это вот развитие, очень тягостное развитие, появление могилы неизвестного солдата не сразу после войны, а через некоторое время, это проблема попытка как-то решить. Каждой семьей кто-то погиб. Это была очень больная тема после войны. Но решить ее было невозможно, притяк ресурсов. К тому же, готовился новый конфликт. Таким образом, нам была передана проблема, которую мы решаем с помощью поискового движения, которое официально только существует с 1990 года. До него существовали энтузиасты, которые мало контактировали с властью, они делали то, как им совесть диктовала. Собрали останки, похоронили. Убрали боеприпасы, сбросили в болото. Но без этого этапа метод бы не сформировался. Нам часто вопросы задаются, зачем вы это делаете. Затем, что сейчас еще можно это сделать. Через сто лет археологи это будут делать очень большими проблемами. Треть тех, кто значится в книгах памяти, во всяком случае по Мариел, значится пропавшими без вести. Треть. Это 1941-1942 года. И вот, что бы здесь можно было сделать? Сразу обрисую ситуацию. Казалось бы, да, нужно сюда при крепких специалистов, которые существуют. Но есть еще один аспект, связь поколений. И вот, почему студенческий отряд? Вы видите, это наш штандарт, да, это наше знамя, студенческий поисковый отряд. Потому что на сегодняшний день поиск является одним из методов деятельностного воспитания людей. В долину смерти вообще люди приходят несколько иные, чем выходят из нее. Но об этих философских вопросах я вам лучше позже расскажу. И они сейчас к экспедиции отношения имеют мало. Так становились методы. Сначала это был метод просто перенесения захоронений с места, где их не посещают, либо где не заброшены, на место, либо неизвестно даже, на место, где возможно мемориализация этого вопроса. Впоследствии стало понятно, что мы можем методами археологии, судебной медицины, то, что сейчас используют непосредственно в криминалистике, мы можем восстановить не только имя солдата, но и события. И вот на самом деле наша часть экспедиции – это установление событий одного из эпизодов борьбы за тревалку. Для того, чтобы вы понимали, как работают военные археологи, поисковики, мы вам представим краткие презентации, краткие видеозарисовки с мест боев, очень похожие местности, но несколько другая география. Как работают поисковики? Если мы находим следы борьбы, которые вы перед собой все видите, значит рядом были потери. Если мы находим место, где непосредственно большинство наших людей, с которыми мы работаем, бойцов того времени, они, как ни странно, лежат еще по боевому, это метод понимания такого. Вы не удивляйтесь, пожалуйста, но если бы вы еще 10 лет назад пошли собирать грибы в Ленинграде, у вас был высокий шанс споткнуться солдата. Еще 10 лет назад. Потому что одного из автоматчиков мы нашли просто споткнувшийся бугород, который оказался с каской в каске Бокчейн. И это насущная проблема, которая сейчас решается, и как решается, я вам покажу. Итак, мы находим вот то, что вы видите здесь, предметы амуниции, либо признаки боя, находим места, в которые били снаряды, и вот дальше мы пытаемся поднять человека. Продолжение следует... 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 Это один из эпизодов, почему мы назвали его первый боец экспедиции 2016 года на Мурманском направлении. Когда мы туда приехали, все говорили, что там уже ничего нет. Как вы видите, останки находятся под слоем маха. Все это разрушается, большинство вещей коррадируется. И буквально мы пришли очень свое время, но через 10 лет мы бы его не смогли найти никак. По эпизодам, по тому, как работают непосредственно расшифровывая бой, у нас есть еще несколько зарисовок. Посмотрите, пожалуйста, каждый выстрел, так система работы оружейная работала, каждый выстрел это гильза. Каждый взрыв это осколки и, соответственно, яма, которая называется Мурманкой. Следовательно, мы, если своевременно попадаем на хозяйственно непереработанное поле, мы можем сказать, сколько раз боец выстрелил, как он передвигался после дам от стрела. Мы можем понять, какие у него были повреждения, от чего он умер. Здесь у нас не оказалось очень любопытной находки, которая осталась у ребят. Но, кстати, вы сможете познакомиться с реконструкцией на боляниях. В Тулу, седьмого числа, будет реконструкция моего. Алексей, наверное, еще разместит. А, в каком месте надо было? Вот, я могу сказать, что он Тулу. Там большой лагерь, больше тысяч человек. Здесь у нас есть еще две зарисовки, которые мы хотели бы показать. Одна из них с местом, на котором мы людей не поднимали. Мы видели многочисленные признаки боя, потому что жертвы борьбы за господствующую высоту 314 измеряются буквально тысячами. И это видно везде. Это следы обстрела, это ботинки, это бошеные подсумки. Но и работают на этой высоте уже на протяжении 20 лет. 15 сентября 1941 года, на ревсу 3-го и последнего наступления на Муромовском направлении, немецкие войска вышли на высоту 314. Такая спосудующая высота в этом районе. Заходить они не смогли. Им предстояло 52-я стрельбовая дивизия Красной Армии, войны которой удержали высоту. И бои разгорелись прямо на высоте 314 метров, одна из самых высоких точек на Северном фронте. Это как раз, поскольку Муромовск это камень, и в общем все лежит сверху, там были вот такие как розочки красивые, это разрывы на ракетных сценариях. Очень, очень характерные, да. Очень много здесь осколков наших тяжелых артиллерий, которые очень активно поддерживают наших бойцов. То есть все эти красавицы снаряды. Это счеток немецкий индивидуальный бойницы, что у нас здесь опоку пора невозможна, поэтому строились каменные вирусы, такие вот как стены. И что мы к ней привезли дальше, но видно, что точно все сульвы пути на этой высоте. Мы с тобой принесли в числе, да, в числе, да, в числе, в английском языке. Это редкая находка сейчас в музее Юж-Королы. Это фугасный огнемет. Лационарная, совершенно страшная вещь. Когда немцы с ней познакомились, они ее скопировали полностью. Она изначально был совет, создавалась стена огня, которую рабочих располагировал любое наступление. Чтобы показать, как работает непосредственно картина боя, мы можем вам показать еще один отрывочек, он короткий, три бойца называется. Ситуация такая. Когда мы его снимали, мы еще не разобрались в том, что там произошло. Позже мы нашли место защитки снайпера немецкого, и все стало на свои места. Обычная тактика немецкого снайпера, это если он работает по группе, подстрелить самого слабого, от того, кого больше всего будет жалеть. И когда его пытаются выносить из-за дня, подстреливают тех, кто остановится, чтобы поднять его. Ситуация, ну давайте мы посмотрим, и вы посмотрите, я потом могу объяснить. В июне этого года для шестнадцатого бойца астрологического отравления СССР и Львы подняли мято-местерку, который будет справлять Красной Армии. Крайний боец был целиком. По нелюборной, они в очередь вам подошли крышку котелка с инстанциалным БР. Возможно, скоро и будет установлено имя этого бойца. Рядом лежал боец, останки его были не все, но предположительно это была женщина, поскольку рядом были ботинки маленького размера. С этой стороны больного мужчина, довольно крупного телосложения. К любому нашли лебешки от часов, штук, противогаз. Сейчас проводятся работы после давления и имени вот того бойца с крышкой котелка. Возможно, они были их тратены в этом бою, но в сентябре начали лететься от первого года. Это третье наступление немцев в Львовск, когда пытались перехватить дорогу. Мы слышим сейчас звук и холодильство до сих пор, это теперь шоссе А3-8. Это дорога, которая связывается с обычными болезнями, для боя, с Львовском, главным бойцом. Для немцев это было жизненно важно, захватить какой-то бойц. Вот здесь конкретный фрагмент этого боя связан с этапами 13-го штанга Варчислава, который оседлали немцы в результате боев 9-го, 10-го сентября. Бой за эту высоту стоил Красная Армия, очень дорогая. И сейчас мы уже можем говорить о том, что из-за бугорка поднялось не меньше 20-30 человек, и почти половина из них лежит, вот часть за бубном, часть вот бубном, вот крайний убитый, наверное, найден в самом горбинке. Впоследствии на высоте над этим местом мы нашли место с отстрелом Маузера и пинтовку с креплением оптики. То есть 400 метров это как раз та дистанция, с которой очень любили снайперы немецких рабов. Ну, то есть, как это восстанавливается? Вот это свежая съемка, о которой, наверное, это как раз раскоп, которым занимался Алексей Валерьевич, он может о нем рассказать достаточно профессионально. Имеется в виду со знанием дела. Обратите внимание, советская каста – это уже другое место. Это Тортолово, советская каста… Ленинградская область. Ленинградская область. Здесь, как бы, очень важна командная работа. Я, прошу прощения, не представил всех тех, кто из поискового отряда «Воскресенье» здесь со мной присутствует. Это Юрий Георгиевич. Если говорить о воспитательной работе, он пришел в отряд студентам. Сейчас научный сотрудник одного из музеев города Ишкарала и двое студентов – Наташа и Саша. Они могут ответить Вам на любые вопросы, если Вы захотите задать по коллекции. Каста нашел Юрий Георгиевич. Но поскольку он по штатному расписанию по нашему разведчику, он пошел дальше. Алексей Валерьевич выступал в роли главного изгуматора. И с ним было вот две первокурсницы, которые учатся на Ист-Виле и все-таки историю через… познают историю через археологию, через военную. Алексей Валерьевич, можно тебя попросить? Здесь мы видим, то есть здесь это как раз тот случай, когда какой-то боец лежит по-воевому, то есть очень большое количество носилого саду железа. Каска в Ленинградской области уже, честно говоря, редкость, почти все собрано либо сглево. То есть это нечасто найдешь. Она практически полная. Диск от пулемета Дегтярева, правильный вид. Здесь один из номеров пулеметного расчета. То есть каску как бы нашли, но тут пришлось, видите, сначала скопать достаточно большую площадь. Там методика, там есть поиск. Сначала делаются пробные шурфы, там металлическим щупом, по звуку определяется наличие останков, потому что сам боец лежал сильно вдали от каски, там метров, наверное, двух даже. Это первые, которые смогут найти, они успехом не увенчались. Дальше. И работа идет уже в такой местности, можно сказать, почти археологическим методом, то есть идет постепенная расчистка останков, расчистка рабочего поля. Вот видите, здесь вот это вот ноги. Да, вот у ногой лежит ложка, потому что она просто была заткнута за голенищей сапограде. Стандартная традиционная, в общем-то, для завестных солдат. Либо вещмешки, либо вот просто все время носят с собой. К ложкам у нас особое внимание, здесь нужно отметить, что вот если на раннем этапе, вот еще, так сказать, 90-х годов, для идентификации солдата единственное, что можно было использовать нормально, это либо смертный медалью с наполненным вкладышем, где написана вся информация, либо красноармейская книжка, но красноармейская книжка, как вы понимаете, сохраняется очень плохо, это бумага. Сейчас, благодаря тому, что имеются базы данных о потерях, ОВД мемориалов, документами, уже если вы нашли ложку, на которой хотя бы написаны инициалы, поскольку вы знаете место, вы знаете, какие части здесь воевали, в принципе, по списку погибших бойцов, которые имеются, можно пытаться определить, его сейчас с большой вероятностью можно определить человека. Поэтому подписывали, что подписывали? Подписывали ложки, подписывали кружки, подписывали котелки, то есть вот такую вот посуду. Редкий случай, когда могли подписать ножик, именно вот, скажем так, бытового, потому что они тоже забирали их дома, и находили, были очень интересные случаи, находили, например, ложку переконяющую друг в руки, когда набита одна фамилия, потом разочок, набита другая, и, в общем-то, такие случаи, которые очень сильно помогали. К сожалению, здесь вот эта ложка, насколько я помню, была без надписи. Вот как раз, вот уже полностью расчищенная на станке. Видите, где на каске лежало здесь. А, каску, она вообще... Вот, каска, котелок. Вот, котелок, кружка, то есть это вот, а там у нас там граната была, на бойце было тоже еще там граната РГД. Как носилы с собой? Здесь вот, просто не все этапы работы показаны, потому что изначально, как ток происходит, сама находка, сразу происходит фотографирование, вот там одиннадцать, это значит одиннадцатый боец данной экспедиции, направление на север, масштабные нити, то есть это, в общем-то, чтобы потом понять особенность залегания, потому что здесь, в общем-то, то есть человек сидел, в небольшом окопе упал, значит, практически здесь, полный набор останков, ну, значит, он только не сидел, поэтому голову упал на грудь. Вот то, что часто находят, стандартные, как бы скажем так, бытовые вещи, красноармейцы, мою штуку, иногда бывают самодельные, очень интересные, там, изгиль сделанные, вот к ложке тут было, тут плохо видно, там прилепился кусочек какой-то газеты, там еще можно было разбирать надписи. Вот тоже очень частая находка, здесь уже спрашивают, здесь не представлены, монеты. Потому что, понятное дело, что, в общем-то, медные деньги в войну особенно были и нужны, в общем-то, в инфляции все, в общем-то, банкотами определялось, но очень часто и при советских бойцах, и при солдатах дермахта можно найти одну монету. Это была такая распространенная примета, человек брал из дома в дом монету, и считалось, что, ну, он не может, не вернуй, не вернуйте. То есть, тем, чтобы, вот, как бы, сохранить ее и принести ее обратно домой, очень часто находят, причем монеты могут быть старые, там, даже даже дореволюционные, то есть, такая, так сказать, переходящая монетка, которая, может быть, ценные, может быть, даже серебряные, как там особо не находили, были, да, вот. То есть, это вот одна монета, она может быть в кошельке, она может быть, просто, значит, там, в кармашке нагрузу, ну, то есть, это достаточно, сейчас, это вот уже завершается работа, то есть, там, например, поисковый банер, то есть, причин смерти, все это фиксируется, все это, вот, и работает, своего архива воинного отряда, архива в общий архив поискового движения России, а ночью только от пулемета, пулемета самого неба, ночью под нашли рядом, тоже, в общем, по нахозу, достаточно редко узнаваемый. Пулемет Максим, довольно тяжелый, но уже, еще раз, тягки наши использовался. Так. А это уже мы пошли, значит, на муку, да? Завтра, наверное, перевещаемся. Ну, здесь по... Каждый раз мы сталкиваемся с особенностями культуры, которая, казалось, и недавняя, но, тем не менее, она очень существовала. Например, фотографии были очень редкими, в деревне она была, чаще всего, мало доступна, поэтому, скажем, вместо фотографий из дома брали что-нибудь. Мы находили, например, покремушку детскую, бойцы. Однажды у нас коллеги нашли, крест за кремскую компанию. Причем, на бойце, который до последнего держал линию дотов на севере. То есть, их потравили газом, там, чтобы захватить дот. Ну, казалось бы, ну, в силу возраста он не мог участвовать в этой компании. Но, видимо, какой-то дедовский крест пришел. Теперь мы, наверное, перейдем. Да. Почему? Алексей несколько раз упомянул фиксацию. Это очень важно, потому что, если мы находим останки бойца, мы уточняем потери. Несколько раз мы находили людей, которые не значились ни в одной базе. Человек призвался на месте, попал сначала в рабочее подразделение, то есть, он не в министерство обороны значился, потом оказался в ополчении и в рабочее. И мы его находим, можем определить фамилии и имя отчества, но в базах он не значился. Чтобы путаниц не было, чтобы не умножать потери, как вы видели, работа ведется очень скрупулезно, она собирает все полностью, так сказать, останки человека, все вещи. И наша следующая партия поисковая, которая за него зацепится, она опишет его как еще одного потерянного, умножив таким числом потерь. Вы можете познакомиться с работой координационного центра на сайте поискового объединения Отечества. Они сейчас выступают, создают обобщенную базу данных, они же выпускают сборник имена и солдатских медальонов. К сожалению, сейчас в вашем музее этого сборника нет, но я думаю, мы в течение, наверное, полугода обеспечим. Если здесь будет действующая выставка, мы поделимся материалами, он распространяется по поисковому материалу. Итак, что мы видели в долине Марухи? Прежде всего, экспедиция заняла 8 дней непосредственно в поисковой части. В силу определенных причин мы не могли продвинуться к перевалу, там работали другие люди. Мы проводили рекоменессировку, нас попросили организаторы экспедиции проверить место, где происходил бой и, вероятно, были потери. То, что вы видите, это следы вот этого боя. По предположению, гипотеза организаторов была такая, что на один из лагерей горнопехотного подразделения напала наша, атаковала наша группа диверсионная. Выбила их, ягеря понесли потери, но потом бойцы пошли дальше, советские бойцы пошли дальше. И, значит, где-то должны быть признаки этих потерь, и хотелось бы уточнить, потому что ни в одном из источников этой атаки нет. Переход гиперей через один перевал получается по факту, что документировано не то движение войск. Ошибки в карте встречаются постоянно, потому что боюют одни люди, а маршруты прокладывают другие. И вот здесь вот происходил непосредственно бой за долину за подходы к перебалу непосредственно. Мы нашли не меньше трех точек выстолкновения. Мне лично запомнился крайний, там, где достоверно погибло два человека. Два советских бойца. Потому что здесь, вот вы видите, например, я уже перехожу непосредственно к находкам, здесь следы двух разбитых винтовок. То есть после боя, понятно, солдаты не смогли вынести оружие. Винтовки после войны, чтобы они больше не использовались, их то, что называется рассаперили. То есть вы видите след удара, камень, погнутый магазин винтовки Мосина, и следы уже без дерева, дерево ушло, приклада, целья, ну и остальных деталей вот этих двух винтовок. Оказалось, что где-то, может быть, в 60-е, может быть, уже в ранние 70-е этих бойцов подняли, потому что они были положены под камень, ну вот буквально на глубине меньше полуштыка. А яма видно, что обработанная и прочее. То есть мы тут немножечко опоздали. Времени было не очень много, и поэтому вы видите процесс работы непосредственно. Здесь почему происходит специализация, она как бы здесь важна. Разведчик, он находит место, где лежит непосредственно что-то носимое. Потому что там пули, скажем, отстрел, стреляные бильды, они интересны с точки зрения восстановления картины боя, но они при человеке очень редко могут быть. К слову сказать, мы нашли один из самых интересных находок, это самодельный медальон. Вот к зиме 42-го года медальоны, личные опознавательные знаки, которые выдавались каждому бойцу для опознания после смерти, они были упразднены. Они остались только у тех, кто понимал саму войну, у тех, кто хранил в них иголки, и, наверное, все. А те, кто приходили вновь выдавать солдатские книжки из 42-го года, у нас опора только на ложки. С 42-го по 44-й нам обычно так. Поэтому для нас, скажем, каждая ложка советского солдата это буквально вот праздник, это попытка найти. Обратите внимание, здесь выломлена та часть, которая была подписана. Вот. Развитчик ищет предположительное залегание, соответственно, тела. Вот сейчас это эксгуматоры пытаются зацепиться, расшириться. Как вы понимаете, приборы, которыми мы работаем, они не позволяют искать костные останки. Это только металл. Поэтому мы за сопутку цепляемся и потом раздвигаем Землю для того, чтобы понять, есть там кто-нибудь или нет. Медальон, по слову сказать, тоже есть. Тот феномен, по которому я начал говорить, это медальон в гильзе, в отстрелянной гильзе. Как это можно узнать? Либо по соединению двух разнокалиберных патронов, либо закручено горлышко гильзы. Вот в закрученных гильзах очень часто попадаются записки. Под Мустон Тунтери в седьмом году мы поняли записку такого содержания. Передайте папе, что меня убили немцы, 9 сентября 1944 года. Записка была загадочная, как мертвый человек может писать. На самом деле все было просто. В Мустон Тунтери очень укрепленный район. Кому-то нужно было подняться в головую атаку. А рота, которую поднимали в разведку боем, они понимали, что скорее всего из этого боя они уже не выигрывали. Но если бы они не поднялись, под Мустон Тунтери лежала бы дивизия. Потому что это 30-ти метровый скальный выступ, в который лопались нельзя, а маленькое дефиле простреливалось пулеметным и минометным огнем, просто не оставляя ничего живого. В то время, пока рота создавала ощущение наступления, автоматчики, высадившиеся в бухте, зашли в тыл и снесли эти пулеметные огни. К сожалению, вот это не за войны. И надо сказать, что этими средствами пользовалась не только советская команда, но и немецкая, и разведки боем. Штрафбаты, чтобы сразу снять все вопросы, они появились у немцев, у первых. Они еще в 1940 году у немцев были. Ну, это из раздела такой вот истории. Очень характерная находка. Характерная, я бы сказал, находка. Это звездочка в земле. Но, к сожалению, эта пилотка потеряна уже после войны. Но обычно также находим звезды. Они, видите ли, защищенные рапритием, эмалью, в земле могут лежать достаточно долго. А в Мурманске мы нашли знаки различия, которые буквально просыпались у нас в руках. Их нельзя выставить, потому что осталась одна эмаль. Благодаря тому, что девочки очень трепетно поднимали, мы увидели, что это лейтенант. Вот. И установили, дальше установили его, ну, все-таки с офицерским составом попроще. Вот тот самый настрел. Это Алексей Валерьевич раскопал очередь из немецкого пистолета-пулемета МП. На самом деле, редкое оружие. Оно принадлежало, в основном, антирофицерскому составу. Использовалось в ближнем бою. И если мы таким находим, значит, бой был на дистанциях, которые не превышают 50 метров. Дальше он неэффективен. Вот это интересный эпизод. Мы на него потратили целый день, только исходя из предыдущего опыта. Это блиндаж. Это немецкая палатка. Она сделана для долгого пребывания в горах. Там под снегом сверху натягивалась палатка. Следовательно, я вам расскажу. И в случае, если нельзя было останки захоронить, очень часто в блиндаже останки сносились и укладывались. У нас была версия, к тому же мы на входе в этот блиндаж нашли несколько предметов снаряжения, в частности, индивидуальный пакет. Я это понял как индивидуальный пакет. Индивидуальный пакет – это запаянный бинтик такой. Он давался по одному каждому солдату, и мы можем смело определять, сразу погиб солдат или был ранен. Если он пытался привязаться, пакеты хранятся или бинты нет, как только встроился пакет, соответственно, бинт уходил. Если несколько пакетов лежит на одном человеке, значит, и он товарищу пожертвовал, или, скажем, свой бинт отдал, либо санитар работал. Если пакет не вскрыли, значит, боец умер сразу. К сожалению, раскопки в палатке не дали ожидаемого результата. Там четко просвеживались слои проживания сначала горных егерей, а потом туристов. Если позволите, я бегаю, у меня мало времени, и я потом лучше отвечу на вопросы. Мне нравится. Это интересная находка для здешних мест. Обычно боеприпасы, во-первых, не таскали, не носили с собой лишних, и не выбрасывали их. Потому что в рюкзоте у каждого солдата был не только свой личный боекомплект, но и снаряды к пушке. Достать сюда что-то было очень сложно. Поэтому выброшенные снаряды обычно это двухсотый. То есть это потерянный боец. Здесь мы их нашли четыре. Систему мы их определить не смогли в силу техники безопасности, которую от нас требуют помечать, не вскрывая взрывоопасные вещи. И вот метка плюс пограничникам в тот же день были переданы координаты, GPS координаты этого места. Я надеюсь, что там уже все спокойно и безопасно. Почему такое внимание не разорвавшимся боеприпасам? Это одна из тем, от которых танцевали поисковики. Не может быть ни один лес безопасным, если в нем остаются мин, снаряды, патроны. Вы знаете, отдельно, если вы хотите, я вам расскажу о подвиге, о послевоенном подвиге девушек инженерных отрядов. Потому что многие из них остались без рук, без ног. Многие погибли. Потому что это очень серьезная проблема в местах, где происходит какое-то хозяйственное. Представьте себе, просто нарядит сюда машина. Если, скажем, машина большого вреда не будет, может быть гусеничный какой-то агрегат, достаточно искренне, чтобы мы видели еще одну разороченную технику. Итак, мы, наверное, можем перейти к предметам, находку. И я попрошу, наверное, вас с вами собраться. Это многое время времени. Начнем, наверное, с глубин. Мы работали на дороге. Через эту дорогу проходило несколько сражений, несколько событий. И вот, скажем, вот эту вот часть, Алексей Валерьевич, собственно, создал. Я думаю, что он же и расскажет. Алексей Валерьевич. Сейчас. А я только хотел с аппаратом подойти. Какое? Ну, давай. Ну, просто вот здесь. Хорошо, тогда давайте начнем вот с этой части. Древние подковы на животное. Ну, как древние, я так понимаю, что до того, как промышленные подковы пришли в дело, подковы были именно такими. Дальше тут, наверное, Вика расскажет лучше, потому что мы эти ножи не смогли атрибутировать. Они были утеряны в свое время на тропинке где-то. Кроме вот третьего. Третий лежал так, что он был недалеко от немецкой палатки. И здесь вот отдельное, кто интересуется, оружием. Это отдельная тема. Отсутствие хозяйственных ножей в снаряжении и той, и другой армии. Отсутствие то, что называлось клинком траншейным. То есть для ближнего боя. Причем подобные ножи носили советские разведчики. И целая дивизия там называлась сибирская черными ножами. Потому что им разрешили это носить обычно. А когда боец с линии фронта отходил, у него изымали вот это вот оружие сразу. То есть наказывали за ношение финок и прочее. Если это не разведчик, либо не десантник. Нож был найден рядом с палаткой с немецкой. Скорее всего вот он этого периода. Этот вот определить не смогли. Но кандалу ножны, как вы понимаете, это периоды более раннего. Тоже очень любопытная, скажем, находка. Ну, здесь, наверное, опять же, нашим историкам лучше слово передать. А вот эту композицию, ну, Алексей Валерьевич, наверное. Ну, здесь, наверное, у нас получилось, что мы смогли собрать, скажем, то, что стреляло на Мурухев в течение тысячелетия. Потому что, вы видите, вот у вас начинаются от наконечников стрел и боевых, и охотничьих. В музее, в общем-то, представлены значительно более красивые экземпляры. Дальше идут мушкетные пули. Вот они, круглые. Причем мы находили там, иногда даже, целые связки. То есть их же там отливали часто прямо на месте. И просто там откусывали по одной от общего литья. Дальше идет вот такая, как грибок. Это пуля уже, это первый прототип нарезного оружия. Это штуцер. Она была цилиндрическая, но она расплючива со скалу. Дальше у нас идут уже гильзы и пуля. Дальше у Второй мировой войны. Первая гильза такая вот, скажем так, гладкая, не грибообразная. Это патрон, он подходил и для карабина немецкого, и для пулемета штатного. Следующее, это очень близко по калибру, чуть-чуть всего отличается. Это гильза винтовки Мосина. Причем тут мы находили, и нам просто коллеги объясняли, кто не в первый раз работает, что это такое. Мы находили там их с английской маркировкой. Есть, иногда встречаются гильзы времен Гражданской войны. Это боеприпасы, которые делались в Англии. Сначала в императорскую армию, потом снабжалась белая армия. В общем-то, они здесь тоже присутствуют. Дальше идут уже, у нас там идет автоматическое оружие. Вот как раз одна из гильз от немецкого пистолета-пулемета. Его в просторечии все называют шмассером, хотя это не шмассер, а МП. Так вот почему-то повелось. То, с чем обычно рисуют немцы. Вот такой маленький автоматик с прямоугольным магазином. Дальше идет пуля, это у нас этот самый ППШ, да, кажется? Да. Это уже как раз советский пистолет-пулемет. То, с чем обычно рисуют советского солдата. Вот то, что с круглым диском, как правило. И эти же пули, эти же патроны заправлялись в пистолет ТТ. Дальше это патрон, это этот самый, это люгер-парабеллум немецкий. И уже более современный автомат Калашникова. Ну вот, не знаю, кто-то сказал, да. Вот, ниже как раз вот, ну это, наверное, кто-то отдельно еще расскажет. Вот как раз пулеметы, мы вышли очень большие фрагменты пулеметных лент. Впервые, скажем, я столько их видел, это вот немецкий пулемет МГ, который вообще считается, там, МГ-42 считается, наверное, самым эффективным пулеметом Второй мировой войны со всех противопоставочных сторон. Металлическая лента с такими вот характерными нержавеющими пружинками, соединяющими, соединяющими отдельные фрагменты. Угу. Угу. Это вот как раз в том месте, о котором говорил Патер Иванович, где проходил... Не на самой перевал. Это не на самой перевал. Мы работали в... Это зона, скажем, пять-семь километров до перевала. То есть это вот выход из вот этого Медвежье-пасющее урочище. Да, да, да. Там идет... Там идет, там очень характерно, там практически за каждой скалой такой вот такие скальные выходы, небольшие такие, как холмы. И там, по-видимому, были просто удобные места, чтобы ставить палатки. Немцы ставили там палатки, защищали с нашей стороны, соответственно, скалой. Наши были и на перевале, и на хребе Тужун. Там вышла группа, там была... Кстати, там как раз с ней пока еще не все понятно. Там был так называемый батальон Родионова, который очень долго держался, потом почти полностью был уничтожен. Остатки вышли, там с большим трудом пробили своим. Командиры там по горячим следам расстреляли, потом реабилитировали. В общем, там трагическая история. И тоже не очень понятно вообще, кто именно там был и где, собственно, эти потери. Вот. И там почти вот за... Действительно, вот так получается, что около каждой такой скалки есть следы боя. То есть были попытки либо нападения наших войск на стоянки горных стрелков, либо просто перестрелка, которая шла, значит, они стреляли за скалы. Причем у нас там был... Вот здесь не привел фотографию, просто вот прям читается. Вот стояла немецкая палатка. Рядом многочисленный вот острел из немецкого карабина. Вот он явно стрелял, значит, в сторону хребта Ужум. И потом мы находим пулю советскую, которая просто прилетела. Вот траектория читается просто вот с этих трех вершин. То есть это шла вот перестрелка через ущелье. Ну вот, в принципе, из такого оружия там это можно было сделать. Убойные силы на километр там. Давайте начнем с советского бойца. Он ближе, роднее. И, не знаю, наверное, к счастью, встречается комплекс его ущелья меньше. То есть мы считаем, что потери были, соответственно, меньше понесены. Классический набор. Ложка, кружка, помазок, монеты. Немножко аптеки. То есть это обычно то, что сопровождает непосредственно бойца, который лежит на поверхности. Потому что если его переносили, перехоранивали, зачем мертвому кружка, да, либо монетки. То есть обычно советских солдат хоронили в белье. Там не может быть ни монет, ничего. Ну либо вещмешок хотя бы связали. Вещмешок оставался на месте. Вот это все обычно лежало в мешке, кроме ложки. Но это тоже на любителя. Если человек с опытом, он ложку укладывал, засовывал за глинища сапога. Для чего этого было нужно? Обычно в мешке отдавали старшине перед атакой. Если ты выходишь на чужие позиции, а старшина где-то задержался там сзади или убит, не дай бог. Консерв можно захватить, но от консерв очень сложно откусывать. Если ты ее не сможешь вскрыть, если ты из нее не можешь черпать. Поэтому ложка отдельной ценностью считалась, почти никогда не выбрасывалась. В отличие, скажем, от немцев, у них там ложка сломалась, он ее выкинул, тут же заменил. Советский солдат, вот даже сломанные, делал деревянную рукоять для того, чтобы не обжигаться и прочее. Мы были очень рады найти ложку, но, видимо, бойца все-таки перенесены. Это часть кошки. Ребята определили, те, кто чаще работает с альпинистским оборудованием, определили ее как советскую. Часть ледоруба, вот, то есть люди, которые там проходили и понесли, скажем, потери, либо потеряли это имущество, они шли на перевал, однозначно. И вот в отличие от тех полков, которые на перевале сейчас лежат, это люди более подготовленные. То есть, скорее всего, гипотеза была правильная. То есть, зашла какая-то подготовленная группа, уничтожила немецкую стоянку и так же ушла. Дальше вы видите, если найдете что-то в почве, считайте, что вы нашли вот место боя, где было брошено советское оружие. Это части винтовки мощного. Тыльник, антабки, кольца и пружины, на которых кольца держались, чтобы скрепить ствол и деревянные части ствола. Мы к этому вернемся. Ребята, вот, ответят на вопросы, если они будут. Я уже лимиты временные, к сожалению, превысил. Хотел бы оставить некоторое время на вопросы. Здесь комплекс немецкий, как вы понимаете, раз наши немцы раздвинули. Причем нельзя сказать, что это были немцы. Дивизии, которые здесь были, они скомплектованы, были большей частью из австрийцев. Это румыны, австрийцы, немцев, среди них было не так много. Вот каждый раз, когда мы этот этап истории рассматриваем, мы делим на наших и на немцев. А тут ведь наши и нацисты. Среди австрийцев по записям нацистов было не меньше, чем среди, скажем, самих немцев. Идеологию разделяли многие. Части были очень высоко мотивированные, дрались умело, уходили редко. Но это по снабжению поговорим. Вот эти консервные банки, которые кажутся здесь мусором, на самом деле, посмотрите, пожалуйста, на них есть клеймо с годом. А вот эта банка показывает, насколько Европа боролась против мацистского режима, потому что там на дне четко поставлена клеймо «Франс», то есть это консервы французские. Вот здесь вот английская аптека, которая работала на немцев, это отдельная тема абсолютно. То есть взаимодействие, скажем, европейских корпораций. Ну вот, для примера, Алексей, например, помнит время, когда часто находили «Невею» в окопах немецких. Находили бутылки кока-колу. «Фанта» сама по себе, это вот уже подмена одного продукта другим. Ну, я отвечу на вопросы позже. Вот из организации. Вот это вот части пулемета «МГ», это основной пулемет немцев, и с ним связан непосредственно успех немецкой пехоты. Если, скажем, наш пулемет считался средством поддержки пехоты, пехотного отделения, то у немцев все было наоборот. Все работали на пулеметчик. Скорострельность пулемета – 1200 выстрелов в минуту. И если вы увидите на марше немецкую пехоту, каждая из них тащит на себе вот такие вот ленты, снаряженные причем. Почему? 1200 выстрелов – это очень быстро, на самом деле. И вот, знаете, когда начали шутить над подвигом «Мересил» в, прости господи, в 90-х, это от непонимания матчасти этого оружия. Матросова, прошу прощения. Матросова, конечно. А от непонимания матчасти. Потому что, если на пути роста оказывается вот такой пулемет, и у вас нет средства борьбы с дотами, единственное, что вы можете закрыть прицел пулеметчику с огонь. Потому что этот пулемет назывался «древо руба». Он перепиливал дерево просто. 1200 выстрелов в минуту. Человеческое тело, для него не было преграды. А вот целится пулеметчик немало, если перед ним лежит колец. Это значит, нужно было из дота убрать пулемет, специально шестому откинуть тело. Вот все, на что мог рассчитывать боец. То есть, за други своя лечь. Здесь предметы. Вот переноска под гранаты ручные. Вы их все видели. Они называются толкушки. Они сделаны дорогими немцами. Не самые надежные, но деревянные ручки такие длинные. А вот этот тройничок – это от мины. Ямцы засевали все опасные для пехоты направления к прыгающим минам. То есть, это такой стакан, если вы в город пойдете, увидите стакан, из которого что-то торчит. Ни в коем случае не трогайте. Эта мина подпрыгивает на метр, где-то на метр двадцать. И в разные стороны дает 300 шариков. То есть, когда мы на севере находим пустые такие стаканы. Из-под них железные. Значит, рядом один-два бойца лежат. Ну, соответственно, здесь личное снаряжение. Вот части клаш-палатки. Это рацион. И, обратите внимание, это обстоятельно. Было несколько систем блиндажных печек, которые носились с собой полностью. Вот это носимый зип-пакет к пулемету. А это масленка тоже к пулемету. Обратите внимание на размер мула. Это лошадь, подкова советской, а это мул, который разрабатывался специально для нужд горно-пехотных дивизий. То есть, штатное оружие горное перевозилось на одиннадцать таких лошадей. Потом собиралось, и то, что нельзя было привезти в горы, оказывалось в 75-мм. В неожиданном месте, в неожиданное время. Ну, здесь набор зипа. И давайте мы перейдем к вопросу. Мне кажется, что я рассказал достаточно. А вы видите, что вы наверх не пошли, потому что там другие работали. Тоже поисковики? Конечно. Поисковики. Их работа заключалась в том, что «Ротходящий ледник» предоставляет картину, которая была в 45-м. «Ротходящий ледник» А годом спустя приехала с милиционером, который сказал мне о том, что мобилизовали всю милицию на перевалы. Они-то смены искателями все. Разыскали, опутали. Вы знаете, они столько там железо принесли и вынесли сейчас. Включая там пулемет, там же лежит самолет разбитый. Причем летчик, но сначала предполагают летчика, похоже, это все-таки кто-то из пехотинцев снял пулемет, потом долго отстрелился, пока его немцы не добили. Прямо у ледника. Вот. Ледник отступил. Отступивший ледника сейчас подняли 7 человек, нашли красноармейцев за неделю там, ребята. А вот девушка была, когда-то нашли девушку в его дом. А, ну, 7 на этом и 8 на леднике. Про девушку там рассказывали как раз это, которая... Там была девушка, что они не могли подступить. Это было летец назад. Это нам как раз рассказывал руководитель. Какая семья? Вот сейчас они только сейчас это все должны... Они 6-го числа спускают. Вот, 6-го числа там оттуда вся группа спускается с танками. Там будут захоронения, не знаю, либо будут... Все-таки, кажется, к музею оборонных перевалов они взяли. Но это надо узнать, да. То есть это все будет перескариваться сюда. На самом деле, это еще продолжается. Продолжается ее, ну, скажем, популяризаторская часть на поляне Тулу, высокогорная часть. Там осталось несколько человек. Но, скорее всего, они работают в режиме разведки. То есть на будущий год они работают. На ваш вопрос я могу ответить только вот в следующем. Все-таки должен быть специалист некоторый. Потому что это и работа с картами, это определение непосредственно направления удара, да. И сама работа на Марине предполагает немножко наметанный глаз. Потому что все-таки приходилось, я настолько понял, что ребятам приходилось разбирать основу, там, почву. В 70-х годах там на Мавурском перевале все было железом усеяно. Горящие противогазы, гильзы там, кроссы. Нашел ребенок на тропе. Какие-то незнакомые или непонятные детали. На Мавурском перевале все было. Но это на перевале, это уже когда ученики решили. А вот это все вы в Ешкар-Алу? Нет, это... Часть в Ешкар-Алу мы обсуждаем. Мы узнали здесь витрина по войне. В принципе, я, поскольку поймаю, пока с местом не очень хорошо. Но если, как говорится, экспедиция будет продолжаться. Просто сейчас железо уходит. Железо уходит уже не в очень хорошем состоянии. Скажем так, для Зеленчукского музея, насколько это не очень интересно, там есть вещи, скажем, более ранние, в более лучшем качестве. А это все-таки вот то, что сейчас пока еще можно найти. То есть что-то останется здесь? Ну, там примерно половина. Если это будет интересно, то... Ну, здесь музей не предполагает время войны. Да, то есть это как бы пока еще да. Здесь можно так положить... Позднее, скажем, 13-го века здесь нет экспоната. Нельзя. Ну, если так, это можно туда тащить. Тогда и все горшки и прочее. Прошлого, позапрошлого года. Ну, я бы не встала. Горшки... Ну, все, что получится. Здесь просто реверс нет в музее. Что получится. У вас остается достаточно компетентный человек, который, в принципе, может при наличии возможности организовать... Ну, пока сохраним, а там разберем. Не будет интересным музеем, будет интересным музеем. Нет. Сделал у себя еще. Расширю себя полочеку. У меня так много чего на работе стоит. Слушай, а нельзя какое-то объявление потом здесь пописать, когда будут храниты станки и что-то там... Я узнаю. Я просто не в курсе. Надо зазвониться с руководителем сегодня. Как, вот, когда они проводят. А как часто находятся отдельные предметы вне боя? Ну, вот, например, вот тут вот эти консервы, да? Там шел условный взвод солдат, вот они поели, побросали и пошли дальше. Как вот часто? Так часто, как они еще не кушали. То есть они перемещались. Дело вот в чем. Подоедается современное образование. Поиски левков на самом деле не так много. Как ни странно, вот мы знаем только один черкеский отряд здесь, который поблизости работает. Поэтому огромные пространства остаются вот без внимания. Ну, скажите откровенно, если вы, скажем, нашли его, вот это вот, вы определили бы ее? Поэтому... Кто-то выбросил мусор какой-то туризма. Вы знаете, вот, многие вещи даже из этого музея, если вы видите в почве, вы их не определите, не атрибутируете. А здесь как бы, ну, чтобы это стало из мусора предметом, надо понимать, что это. Вот. А скажите, какой процент военного времени по сравнению со всем мусором, который вы там нашли на наискатели? У вас очень чисто. У вас высокая культура хождения в горы, поэтому невысокий. Морозский перевал, я так понимаю, не самое популярное место для... Несорубов не бывает. Да. Бытового туризма, по-моему, немного. Я думаю, что если, скажем, даже смотреть в Доди Юнчука, это будет сравнительно чисто. То есть, скажем, по современным... Вот, все, что мы находили из современного, скажем, мусора, это либо консервные банки, которые аккуратно сплющены, закинуты под камни глубоко, то есть на пути практически... Ну, потеряшки, да, там... Что там нашли? Там медальончик женский, там, современный, с эмблемой каменвод, ну, такой, там, 70-х годов, там, какие-то такие вот там... Карабинчики оторваны, то есть, в принципе, очень чисто. То есть, в том, где мы ходили, действительно, вот такого, скажем, мусора не лежит, то есть... Хорошо. В отличие, например, от Ленинградского направления, там враг, да, очень тяжело в этом плане, но в центральной области, да, там есть очень печальная тенденция, потому что после войны Смоленская область еще не восстановилась до сих пор. Там в одном из районов из 300 деревень осталось 15 жилых. А вот сейчас, знаете, вот чисто для информативности работает, работает проект без срока давности, и он как раз рассказывает о том, что на оккупированной территории, как происходило зачистка населения. Мы редко об этом, как бы, задумываемся, но из 28 миллионов, более 13 миллионов – это мирные люди. Мы всегда вот сталкиваемся с экспертами, с диванами, они такие, ну вот наши воевали хуже, потому что 28 миллионов против 9. А давайте вычтем эти 13 миллионов и так вот соотношение потерь. Ну я слушал соотношение 1 к 1 и 3. Это чисто немецким, это если не считать другие части. Очень сложно, дело в том, что это среднее по больнице. Очень сильные потери наших частей 42-го года, а вы почитаете, что творилось там на Украине, когда отступали не в 44-м. Просто читаешь про наш 41-й. Идут толпы, неуправляемые, зенитного прикрытия нет, есть воспоминания наших летчиков, что когда у них кончались ракетные снаряды и бомбы, они на Ил-2 спускались и рубили головы винтами. Настолько были злые и настолько им не было никакого противодействия. То есть все очень-очень сложно. В Тибирку привезли детей из Минграда. Мы ездили месяц назад по отдельным местам. Восемьсот человек, именно жителей расстреляли. Там просто детей, служащий персонал. В Тибирку привезли. Сейчас как раз археологические исследования идут по... Если я понимаю Ставрополь, по-моему, расстрелянные... Ну, не расстрелянные, строго говоря, уничтоженная школа для детей с отклонениями. Очень печальная, зрелищая себя представляет в этом плане Новгородского область. Жестяная горка. Она сейчас освещена в интернете очень значительно. Ну и вот в целом проект, который идет в этот без срока давности, он многие вещи объясняет. Вот. И говорить о том, что, скажем, война прошла, все как бы... Ну, строго говоря... Мы еще разгребаем остатки. Расскажите, пожалуйста. Вот есть данные, что на Кавказе много рапплейцевских отрядов. Опять же, в Ленинградской области там. А вот в средней полосе, воронеж, курс... Там тоже... Там больше гораздо, чем на Кавказе работают. В силу того, что там, во-первых, проще, во-вторых... Но, простите за выражение, людской ресурс выше. Дело в том, что сейчас там проводятся централизованные вакты. Вот Заводочный фронт – это одна из таких вакт, которые поисковое движение России проводят. Мы фактически по всей линии фронт. Мы сейчас, закончив эту экспедицию, поедем в экспедицию в Варшавское шоссе. Это тоже фронт. Собирается множество людей. Их учат, им рассказывают, как это происходит. Как работать с материалом, как с информацией работает. Но для молодежи, в основном. И это теперь комплексное явление, чтобы не было такого, вот знаете, непонимания того, что поисковики делают. Почему так? Когда мы создавали отряд, ректор прежний сказал, ну вот у меня папа пропал без вести. Ну и пусть. То есть лежит он где-то под березкой, пусть лежит. Дело в том, что масштаб трагедии, он не виден. Кажется, да, идеальная картина, что вот как нам в фильмах показывали, злот похоронил солдата, салют дал, пошел, могилка осталась. Ну да, немножко разрушился. Картонный памятник, не картонный, а деревянный. Да. На самом деле все было, особенно в 1941-1942 году, далеко не так. Это один человек мог уйти от взвода, который валяется в поле. А это все, если в болоте, где-нибудь в Венгарской области, все так и осталось. Если, скажем, пройдут там люди, очень тяжелые впечатления оставляли в 72-70-х годов. Когда, да, вот, видели, да, системно надо решить вопрос. Собрали школьников, там, пионеров, очень активно участвовали. С мешками прошли по высоте, собрали гости, которые видны были. С одной стороны, брали, как убрали. А? С другой стороны, а картина тобой, она еще сильно осложнилась. И там, где был один потерянный боец, разокомплектован, бойцов стало больше. И пока мы к этому пришли эволюционным путем, прошло 20 лет почти. Вы знаете, на сегодняшний день военная археология – это комплексное такое явление, которое, слава богу, сейчас государство на этом уровне поддерживает. И оно необходимое всего того, что больше, наверное, такой методологической базы никто в мире не имеет. Эту базу, эти наработки, видимо, используя… Сейчас израильтяне говорят, что у них нет пропавшей бедовисти вообще в принципе. Вообще сама проблема – это, да, как побить бойца так, чтобы не было формулировки «пропавшая бедовисть». Это государственная проблема, потому что… Помните, как решало советское правительство в первые годы проблему пропавшей бедовисти? Не ясность. Не живой, не мёртвый. А может быть, он примет минус. Мне лично найденное передавали бойца. И женщина сказала, что вы бы его нашли сразу после войны. У нас бы в семье было не двое, а четверо. Ну вот. Есть какие-то проблемы. Ну, если другие скажут, данные о пропавших или вводивших говорят, там, 231 человек, а у нас около двух слов? В этом случае я не помню. Ну, извините, Швейцария, да. Она может сосчитать до одного человека. Но она нейтральная страна. Скажите, пожалуйста, еще. Часто ли в поисковых отрядах бывают несчастные случаи вот не разорвавшихся каких-то снарядов и прочих? Никто не застрахован, но по статистике чаще все-таки от неправильного применения. Вот палат топоров. Вот такое. Люди не всегда подготовленные выезжают. Ну, известный случай подрывов, как правило, упирается в то, что человек решил разобрать. То есть, вот, да. То есть, вот, да. Либо незнание, то есть первый прыжок, либо человек уже ничего не боится. То есть, тот известный случай, Алексеем очень любим, он в плане приводит его к педагогических целях, о том, как очень человек провинтый, собер, пытался сделать брелок сорвом из взрывателя противотанкового имени. Вот. Нашли в голову уроки. Нужно, вы говорили. То есть, это вот такие вещи, все-таки 70 лет прошло, очень много ушло. Многие люди работали над тем, что ничего не оставалось. Но вы правы, процент вероятности остается, с этим приходится жить. Сейчас уже жалеют и прочее. Да, да. Угрозы есть. Такая. А такой еще вопрос. Вы сказали, что находите бойцов в боевом положении, да? И там вроде как вы говорили, находите на боях гранаты и так далее. А почему вот такие, казалось бы, ценные, ну вот прямо сейчас вещи остаются вместе с умершим? Прямо сейчас? Ну, в смысле, вот идет бой, да? Вот умер человек, условно, бой закончился, да? Почему его, ну там, те, кто вот оказались на этом месте, не забрали эти гранаты с собой? Винтовку чаще всего забирали либо на месте, либо товарищи, либо, кстати, противоположная сторона, либо, значит, уже после войны могли бы вот стрелковое оружие такое явно торчащее земли собирали, обыскивать на детали, если тебе прямо сейчас вот не хватает там патронов и так далее, это вот, как правило, не происходило. Кстати, очень интересно, вот просто нам тут рассказывали, вот как раз по, у немцев очень скрупулезно подсчитаны, как раз после работы с документами по боям на Морусском перевале, там они очень активно учитывали потери, в смысле потери трофеи взятые, значит, оружие, но при этом они не считали винтовки, например. То есть винтовки им были не интересны. Пулеметы они брали, пулеметы автомата наших ППШ вообще были очень популярны у вермахта. Вот, да, да, вот, а винтовки вот на перевале в блиндажах находят следы того, что просто прикладами топили печки, потому что дерева мало и поэтому жгли, как раз из трофейного они брали приклады советских винтовок и противогазы жгли резину, потому что вот, ну, с чем там согреться, да. Там, где было необходимо, собирали, а вот, скажем, гранату РГД мы находим часто брошенную. В силу того, что она более высокотехнологична, чем немецкий аналог, казалось минусом. Это граната, которая с самоспуском. То есть ее бросаешь, и она инерционно взрывается, в отличие от лимонки. Полежав чуть-чуть, буквально в земле, она становилась неработоспособной, механизм спусковой засорялся и там отказывает увеличивать. Кроме того, мы находили ситуацию, когда с солдатом видно было, что мы с коллеги в рюкзаке собрали все с ясною, вплоть до ложек. Ложек не было ни у кого. А гранаты, ну вот зачем местному человеку гранаты в России? Я могу вырушить. Ну, я все таки имею ввиду, именно вот, прям вот, бой прошел, да. Патрон, ну, какое-то количество боеприпасов израсходовано, ну, не бросать же вот ценные эти. Значит, ситуация, она так получилась, там же не коммунизмом. Там, где такое было ценные, что-то собирали. Кстати, здесь как раз все-таки старались собирать. Здесь обе стороны в воспоминаниях постоянно жалуются на нехватку еды и боеприпасов. Ну, потому что, понятно, снабжение в горах – это отдельная проблема. То есть немцы также переживали за это. Там был момент, говорит, как говорится, когда, говорит, просто красноармейцы не знали, когда егериям уже было взять там голыми руками, потому что у них там осталось там по пол боекомплект, и не ели они уже вторые сутки. Но там получилось наоборот, что в итоге там на Марухский ледник вышел полк, которому в качестве сухопайка дали, значит, порезать баранов в долине сырое мясо, и дальше идите как хотите. Они даже были дойти там до Донбая. Дело в том, что на картах все очень просто смотрится. Два километра, скажем, на карте, и два километра с десять – это две большие разницы, как в этой ситуации. И, к сожалению, стратегии они… на это бывает, что не смотрят. Причем обе их сторон такое. Это вот проблема движения больших масс людей. Организация движения больших масс людей. Там немцам нужно указать… на организацию немцев можно указать, что они все-таки, понимая это, больше делали старшколы командиров среднего звена в снабжении и организации. А наши это стали делать под конец войны. Мы учились. И Алексей абсолютно прав. Это совершенно зеркальное событие 41-го и 44-го. То есть наши трагедии 41-го и 44-го, трагедия немцев, они были в какой-то степени зеркальны. Кроме одного. Все-таки нацистская идеология, предполагающая, что здесь будет проведена жесткая селекция людей, да? Вы чувствуете это? Софициально будут характерны такие? Понятно, да. Максимально такая человеконенавистническая, ну и коммунистическая более такая гуманная. Она гуманная вот в чем. Если вы согласны с идеологией, вы по другим, так сказать, критериям не подлежите уничтожению. То есть вы не, скажем, идеологически перестроились, вы живете там, может быть, не очень хорошо, но живете. А вот генетику тут не перестроишь. Если череп у тебя не такой, на немецкой территории рано или поздно ты в печку уйдешь. Вот извините что-то жесткое, но вот была вот разница. И поэтому с точки зрения военной археологии сравнивание двух этих режимов, оно преступно просто, абсолютно преступно. Можно я жду, хочу сказать пару комментариев, мне кажется, это важно. То есть, во-первых, вы делаете большую работу, это несомненно, и я думаю, от всех присутствующих здесь, от многих людей, вам, конечно же, большой вопрос. Ну, у меня какой-то призыв, что нужно больше показывать эту работу, больше не рекламировать. То есть то, что Алексей так давно этим занимается, а мы, его коллеги и соседи так дальше, об этом не знаем. Об этом не знает наша луковская школа, об этом не знают все публики и обсерватории. Но этого не должно быть. Особенно, хорошо, вы знаете, но вот я не знала, я думаю, многие не знают. Особенно тогда Алексею было там лет 20-25, когда уже в полном смысле молодежь. И молодежь вот такая. По двум причинам я призываю больше, то есть вот сегодня здесь должно быть телевидение, а не у них. И мы должны были все знать и так дальше. Лениным, Тулу будет седьмого там. По двум причинам. Ну, вы уже упоминали, и все у нас, всех у нас на слуху, как сейчас придергиваются многие этапы войны, ситуации и так дальше, что надо было сдать Ленинград, что Россия именно в Советский Союз, так же в Германии, так-так-так. У всех этого слуха. Особенно это сильно звучит среди молодежи. То есть мое поколение и те, кто там чуть помоложе, мы выросли на рассказах о войне, мы жили с этими людьми рядом. Наши родители, соседи, там, воюющие, знакомые и так дальше. Мы с ними встречались, мы выросли в совершенно другой атмосфере, в другом понимании. Нынешняя молодежь, и лично я их знаю, и многие, наверное, знают, вот они вот так вот, так и так говорят. И особенно это было бы важно, чтобы нынешняя молодежь знала про Алексея, про ваших студентов и про других молодых людей, которые занимаются этим и имеют другой взгляд на эти вещи. Второе. У нас есть очень много, практически вся молодежь талантливая, работающая, активная. Гордость нашей страны, наша гордость старшего поколения и так дальше. Об этом тоже должны быть знать и о многих поисковиках, научных сотрудниках и так дальше. При этом есть достаточное количество молодых людей, например, победителей международных олимпиад, недавно мне попалась передача от нашей страны, где они по тому, по другому, по третьему предмету победили. Там какие-то у них совершенно уникальные задачи сделали, которые никто не делал во всем мире. Кто их знает? Кто их знает? Ну, практически ни одной фамилии. А кого знает? Даня Милохин, который 19 лет, который мальчик без голоса, у которого миллионы подписчиков. Он лицо Сбербанка России. Это что такое? Это что за такое безобразие? Как это может быть? Твоё лицо сделает Сбербанком, Татар Ванк. Ты же звонят часто? Спикер, экономическом слове, Петербург, Тибург, Путин и Даня Милохин, там числе спикер. Это что за безобразие? Поэтому я призываю, чтобы быть как-то, где только можно, максимально. Будьте на своём телевидении. Рассказывайте об этом во всех школах. Рассказывайте об этом в других университетах. Молодёжь, нынешнее наше молодое поколение должно знать, что вот есть вот такие молодые люди. Ну, отряд хорошо, кстати, в соцсетях представленный. Как раз это то место, где сейчас больше работает, нежели на... Я теперь буду знать, что вот пятый класс пойдёт, моя лучка, мы туда вас пригласим, сколько вы об этом нам сказали, например, и так дальше. Просто такое призывание. Вот, вот, получилось. Дело в том, что здесь тоже есть специализация некоторая. Алексей профессионально успешен, потому что он не раскуняется. Моя профессия – это работа с молодёжью. Вот. Как только у нас появилась возможность совместного проекта, мы её вам тут же реализовали. И здесь, наверное, обвинять Алексея в том, что он... И вы ли я с ним в контакте, моего телефона и так дальше. То есть связывайтесь. Ну, не всегда знаешь, какого масштаба нет. Ну, не в музее, пока оно останется, пока мы соберём. Будет возможность в музее, будет в музее. В музее, в музее, в музее, у нас есть пространство. Давайте, конечно. Размножите, как вы считаете нужно. Я вас осознала, не в музее 24, вы это покажете, расскажете. Но я в общем, в общем, нахрен. Мы нужны вот такие вот. Какие-то систи? Ну, вот, наверное, такие. Просто Даня Милохин лучше продаётся. Что это такое-то? Я-то не знаю, что это такое. Вы можете прямо сейчас подключиться, то есть она открытая. Вот там будет такая же звезда, которая оставляет Сергий Владимирович. Знаете, у Дани Милохина есть один плюс, что мы с вами по-другому в Сбербанке не поговорили. Мы прорекламировали Сбербанк, но по-третическому. Понял. Я думаю, что, исходя из этого, они очень правильно их делают. Да, потому что мы популякли. Если у вас вдруг возникнут вопросы позже, вы можете прямо по-другому что-то задавать. Сейчас мы спросим, как это короче. Мы ответим. Вот то, что вы видели, всё в группе представлено. Вплоть до привязок к местности на севере. И мы будем сейчас работать над тем, чтобы, ладно, места находок в Мороковском ущелье были максимально пригодны для уроков мужества, например, вот в вашей школе. То есть Алексей Владимирович... Ну, 14 с Алексеем... Да, сейчас у него есть материалы, сейчас у него есть место. Очень трудно рассказывать, особенно детям, очень трудно рассказывать. Они оторваны от этой реальности. Они существуют другое абсолютно. А там нет места ни смерти, ни войне. А если война, она сгуба героическая, где все, вроде бы, всех, кто убивали, а потом помирились. Это люди другого поколения. Вот очень непозитивно и позитивно воспринимается тогда, когда детей вот так вот вокруг вещей собираешь, и они могут потрогать. Это совсем иной подков. Когда есть материал богатый в плане фотографий. И не поверите, какие дискуссии мы ведем с молодежью на выставке без сока давности. Потому что они вроде это все как-то знают, да? Но подробности нет. Мы от экзистенциальных потрясений детей своих пережем ночью. Следовательно, они когда вырастают, что они в 12 лет не думают о том, что что-то может измениться. Потому что большинство более обвинутых меняются, да? Те же интерьеры, те же люди, все-таки мы стали жить дольше. Это проблема инфантилизации современной. И здесь еще вот большой очень вопрос. Каждый родитель захочет привести, скажем, ребенка для того, чтобы он пережил вот эту экзистенциальную. Ну, чтобы ему рассказали о том, детей живем, да, всем языком. Ну, это не надо. Надо. А без этого картина будет, скажем, я бы тоже не стала как же. Вот, видите. А вы тут рассказывали? Вот это не хорошо. А вы где грань? Где грань? Потому что буквально вот за этим событием, следующее событие. Как это было, Верман приходила и взяться в команду. И как показать, что вот нацисты были плохими? Ну, мы это сделали. Ну, вот выиграли, проюты. Вот это очень, очень тонкая грань, действительно, по которой идет... Мы, на самом деле, ее сегодня немножко переступили. Мы ее переступили, потому что все-таки взрослых людей здесь ждали. В поэтике, поисковой, мы не должны материаловую закладывать. Поэтому здесь, опять же, вот концепцию до конца было определить. И, опять же, она будет не для всех. Возможность не для всех. Вот по этой грани пройти и туда не упало. А вот эти люди, которых нашли, допустим, в Морокском или где-то, или как-то родственники пытаются найти? Обязательно. Как-то связываются, да? Если есть зацепки, да. Ну, вот, по приезду... У меня сейчас следующая экспозиция закончится 24-го, и мы будем у себя там, на Торейском районе, искать родственников бойца, которые в Мурманске сейчас наши коллеги нашли. С целью перенести его туда, вот, из отстранения, по-моему. Обычно так не делают, но вот, в детстве есть, возможности. А вот те, что на Морокском перевале... Пока они безвестны этим скрещивать, или Тураскарно-гилы скрещивать. У меня есть еще вопрос. Вы когда начали рассказывать, Вы сказали, что вот мы должны точно внести всю атрибуцию Костяка и всего в базу, для того, чтобы следующее не повторили, как бы, чтобы не дублировались данные. То есть, Вы оставляете это к земле? Нет, нет, ни в каком случае. Посмотрите, пожалуйста. Вот эту мину и все это берем, да? Она характерно работает, там, противокрепотная мина. Вместе с ботинком он летает на до 100. Мы прокопали все, да? А в целом, Костяк есть, ботинка нет. А он может улететь на 20 метров, на 30 метров. Какой мы делаем город? Ну, бывает, что... Животное, да. Потом проходит следующая экспедиция. Находит новую. А это даже, да, что Вы уже внесли. Нет, просто Петр Иванович имел в виду, что идет, да, чистка просто, именно вот такая археологическая зачистка всего места. Достаточно, у нас там, у нас там правило метр от последнего, вот, если вот, если вот не... Если не показалось, то как минимум метр надо прочищать от последнего останков. У меня, ну да, конечно. Нет, нет, нет. А кто вас финансовывает? Очень по-разному. Скажем, конкретно, есть отряды, которые в рамках факты финансируются непосредственно государством. Это президентский фонд. Это гранты. А нас для этой поездки финансировала республика за счет как раз работы с молодежью. Наши, конечно. Нет, нет. Марио. Марио. И в Марио Госуниверситете часть финансирования. Дело в том, что это гражданское движение. Фактически. И я не знаю, хорошо ли это будет, если, скажем, как в Белоруссии это движение переключать исключительно на финансирование государства. Потому что там создан поисковый батальон. Ну, представьте себе, если, скажем, у нас девчонки, когда поднимают бойцы, для них это человек. мне это научились воспринимать как человека. Осторожно, понимая всю ответственность. Сможет ли это делать, скажем, призванный, случайным образом призванный боец в системе. Не знаю, будет ли это работать так эффективно. На самом деле поисковый батальон работает, работает с результатом. Но я думаю, что это проблема, это вызов вообще всему обществу. Потому что солдат, когда он призывался, он как бы это общее дело. И если его вываливать, каждый конкретный человек прерывалит на государство, не приняв свое решение, но это позже научится после этого. Поэтому должно быть свое общественное движение, и должно быть профессионалы, которые организуют это движение, помогают движению. Почему я начал с поискового движения как средства воспитания? Как раз преодоление вот этой буквальной реальности, выход за границы привычного воспитания, понимание того, что вот этот вопрос, это может быть двухконтретный родственник, мой ровесник других обстоятельств. И те обстоятельства могут повториться. И может случиться такой же выбор. и никто ни от чего не застрахован. А все мы люди, правильно? Об этом в школе сейчас не говорят, потому что это оказание услуг. А человек, вот это становится человеком в семье, в походе, афористическом, когда надо остальных поддерживать и прочее. И, на мой взгляд, поисковая экспедиция средств поддержания человека очень может. Человеческого человека. Извините, я, наверное, уже ушел. Вот. Конфетики. Спасибо большое. Я уточню и просто повешу объявление. Потому что мне сказали, что в два часа, в 14 часов, значит, седьмого, но могут быть какие-то изменения, там, по погоде, еще что-нибудь. Я надеюсь, что тут приедут к нам на экскурсию в ближайшее время ребята, и мы просто уточним. на втором части экспозиционной. Поскольку мы на территории уникального музея, они, как любители археологов, археологии, не смогут мимо пройти. И она, наверное, будет. Ну, вот я, от осмотра всего этого испытал, просто приподнятость в такой музей, неожиданно, в маленьком помещении, и в маленьком помещении. Стеким потенциал. Спасибо большое. Спасибо большое.